Хоррор – жанр сложный. Нет ничего проще, чем написать «раскозявку с кровью и кишками», иначе с душком, а то и просто такой, от которого несет. В том можно и публиковать его где-нибудь. Чего греха таить, сам иногда использую, особенно в страшных рассказах неприятные приемы. Но при этом стараюсь не переходить грани. А вообще больше всего уважаю тех, кто умеет писать хоррор намеками, как раньше, где самое страшное – за кадром. Это даже больше триллера, чем хоррор, пусть и об оживших мертвецах или вампирах, например. Сейчас же модно, благодаря в том числе стороням неких лиц, меняющих себя провозвестниками русского хоррора, навоять рассказ об извращениях и жестоких убийствах, да еще напечатать и озвучить его. Естественно, в соответствующих сборниках и на полагающихся порталах, которые, разумеется, этими самыми провозвестниками курируются, которым они принадлежат. Общался я с такими. Не скажу, что самые разумные и добрые люди на свете. Пусть и не все, наверное. Что же касается увольнения одной учительницы за рассказ в жанре ужасов, напечатанные в том самом сборнике. Одно мыс. С одной стороны, цензура на месте перегибает палку. Цензура местная – это отпечаток и следствие цензуры общей. Но по-хорошему, надо ли вообще-то керскозявочки писать? У автора, может, даже есть стили, какие-то идеи, но зачем двигать в массы тошнотворность и бессмысленную агрессию, не говоря уже об извращениях? А то вон наши сограждане уже друг друга сжигают и иным образом убивают. Не считаете ли вы, что информационное влияние, частью которого является литература, здесь тоже имеет значение? Однако, относятся ли к литературе современные рассказики в так называемом жанре хоррора, а вернее русского хоррора? Русский хоррор, русский рок, русский квест. А ведь кто-то это хвалит и продвигает. Но почему? Потому что наше, родное. Да, наше, да, можно называть это родным. Только для чего в таком количестве, а главное – качестве? Почитайте классиков хоррора, мистики и триллеров и попробуйте написать так же. Получается? Кинг вон, тот давно, похоже, свихнулся со своими сраньхарьками и прочим, как в художественном и литературном, так и в социально-политическом смысле. Людей увольнять и травить за рассказы не пристало в активной и грамотно развивающемся обществе, стране. Но и писать такое, что лучше не писать, тоже не слишком хорошо, мягко говоря. Если люди сами не задумываются над тем, что делают и как это сказывается на других, им подскажет карма, вселенная. Услышат ли? А то орать, обращаясь к мирозданию, все гораздо, но слушать? Кого? Зачем? Я ведь человек, я такой, как и меня создала природа, я звучу гордо, так что зачем мне к кому-то прислушиваться? Что же касается всяких интернет-журнальчиков, хоррора и макулатуры ужасов, после произведений искусства тех же классиков, произведений во всех смыслах, противно, гадко и, что особенно важно, бессмысленно и в какой-то степени опасно брать такое в руки. Если не согласны, можете списать это на мое сугубо личное мнение или еще что-то. У каждого ведь оно мнение свое, и он имеет на него право. Это я еще не писал о бесконечных наивных ужастиках и маленьких мальчиках-недотепах и бабах-манях, где в основе описаний и сюжета как пахнет каша или тыква, а не то, что и важно в подобного рода текстах. Человек только начал писать, еще ничего не знает и особо не умеет, а его уже тискают чуть ли не везде. И это касается ни одного хоррора. Ох, да и знаменитый, не равно хороший. Отнюдь не равно. Приплюсуем сюда еще неизбывную тягу прославиться, причем за счет плагиата, о котором знаю не понаслышке, к сожалению. Сам этим не занимаюсь, но синхронистичность, если это она, могу понять. И картина вообще складывается пугающая, если вы меня понимаете.